Ребят, всем привет! Вы на канале Автоинструктор Минск. Меня зовут Дмитрий. Тема нашего сегодняшнего видеоурока это первый экзаменационный маршрут, который сдают в городе Минске. Маршруты обновились, их 8. Многие из них довольно затяжные, поэтому я сниму все и некоторые поделю из них на части, для того, чтобы вам было удобнее смотреть. Значит, в видео вы увидите основные развороты, повороты, которые присутствуют на маршрутах. То есть те места, где чаще всего вам могут дать команду выполнить тот или иной маневр. Поэтому данный материал я считаю, что будет полезен. Смотрите внимательно, если вдруг какие-то вопросы возникают, пожалуйста, пишите ваши комментарии и просто задавайте вопросы. Всем приятного просмотра! Проедем сегодня по первому экзаменационному маршруту. Если готово, начинай. Включай первую передачу, левый поворот, начало движения. Внимай ручную форму, смотри, в левом зеркале никого нету и поехали. Добавляй газ к водности. Позданяй машину. Тут немножко, видишь, уже ямки заделали, газку добавляй и вторую. Значит, маршрут экзамена может, именно первый экзаменационный, да, маршрут, могут выезжать и направо, и налево, и прямо, да? Мы с тобой на перекрестке поедем налево, налево. Мы выезжали с тобой уже налево? Нет, налево нет. Еще не выезжали. Хорошо, значит, подъезжаем и останавливаемся еще немножко. Подъезжай носик в машинке вот перед пешеходной дорожкой, здесь у столба. Вот, смотрим, да? Вот они поехали. Здесь когда я буду выезжать в крайнюю левую полосу. Да, это понятно. И слева тоже поехали. Да, немножко надо будет сделать петельку и стать, вот, постараться в крайний левый ряд. Если левый ряд занят, тогда в середину. Ну, еще, как и правило, можно второй машиной пристроиться, но уже третий лучше не пытаться, потому что не влезешь. То есть, либо в крайнюю левую, либо в среднюю полосу. То есть, здесь я могу выезжать только когда... Ты можешь выезжать здесь и на зеленые, и на зеленые. Главное, чтобы справа-слева никого не было, да? Вот у нас красный слева, справа у нас еще зеленый. Вот он, слева красный, справа красный. Машинки стали, выезжаю, да? Немножко петельку, вот так. И закручиваешь руль в левый ряд. Видишь, чуть-чуть подтерта разметочка. Выжали сцепление и ровняем машину. Вот так остановить все. Все, если бы горел зеленый, можно было бы сразу проехать дальше. Включай первую и погнали. Газку добавляй. Смелее разгоняй. Смелее разгоняй. Перестроились. Давай третью. Выключай. То есть, почему перестроились? Потому что имеем три полосы для движения, да? И трех и более крайний левый ряд для поворота, разворота и опережения. Поэтому мы его освободили. И будем на регулированном перекрестке поворачивать направо. Смотрим знаки направления движения. Видишь? Я могу остаться в этом ряду. То есть, смысла перестраиваться нету, чтобы не заработать на перестроение без необходимости. Вот тут остановись. И первую. Надо было немножко раньше выжать сцепление. То есть, до 20 притормозили и потом сцепление. Так ты ее придушила бы тормоза. Газ добавляй. И вторая. Хорошо. Включай третью. И едем прямо. Поворот можно выключить здесь. Будем на регулированном перекрестке поворачивать направо. Смотри, правое зеркало машина движется. Включай поворот правый и выполняй перестроение. Хорошо. Снижаем скорость. Да, здесь можем перейти на вторую. Притормозить где-то 20 км в час. Ну, у нас, видишь, зеленая стрелка направо. Основной зеленый. Можем ехать, да? Так, ничего страшного, что сейчас сцепление тяжело. Вот, ничего страшного. И немножко вот тут пешеходам мы остановились. Поменяли на первую. Хорошо. Посмотри налево. Они уже не пойдут. И пошли. И вторую. Здесь у нас полоса для движения маршрутных транспортных средств. Поэтому мы ее освободили. Правильно? Да, сразу надо сцепление отпустить, а потом добавить газку. А так ты получаешь газ, начинаешь добавлять раньше, чем сцепление отпустила. Вот она у тебя себя так и ведет. Едем прямо. И на втором регулированном перекрестке повернем налево. Налево. Пускай тормоз. Здесь лучше этого не делать. Выключай поворот. Надо разогнать машину. Это всего лишь первый перекресток. Показывай левый поворот. Вот видишь, за этой машиной у нас там Хонда едет, да? Мы ее пропустим. И после нее у нас есть карманчик, да? Добавляй газку. Выключили. Еще раз смотришь. Еще одна едет, да? Приближается стремительно. Вот здесь чуть-чуть ножку в газу убери. Он проезжает. А теперь газ пошел. Газ. Выключили. И еще раз. Понятно, да? И включаем левый поворот. А так получается, в той ситуации ты хотела поток во втором ряду остановить. Понимаешь? Через два перекрестка. Здесь стрелка тухнет, поэтому уступли не останавливаемся. И будем ждать разрешающего сигнала. Немножко ближе. Остановим. Добавляй газку. И поехали. Разгоняем еще на второй. Немножко больше можно разгонять. Здесь смело поворачиваем в крайний левый ряд. Никому не уступаем. Потому что стрелка была. Добавляй газку. И следующая передача. Повернем налево на регулированной перекрестке. На первую. Хорошо. Потихонечку отведешь кельте. Подсказывает траекторию поворота приблизительно. Мы тоже за ней пристраиваемся. Уже мы как к лыжной сцеплению. За машиной ничего не видно. И поехали. Поднимай сцепление. И убираем шину с перекрестка. Вторая передача. Хорошо. И едем прямо. Выполним разворот в первом разрешенном месте. Включаем левый поворотик. Перестраиваемся. Главное вот эту вот сплошную не пересечь с правой стороны. 1-1. Очень узкий перекресток. Не нужна здесь вторая передача. Лучше только первую. Плечиком надо будет поделить перекресток пополам. Но при этом встречная пока. Ты рано крутишь. Поставил ровно колеса. Плечом выеди к центру. Покажи поворот левый. Выезжай левым плечом к центру перекрестка. Вот она сейчас машинка проедет. Еще едем. Еще чуть-чуть. И закручиваем здесь руль. То есть видишь мы проехали. Она у нас и так впритык проходит. То есть прям по бордюру. И крути руль обратно. Если бы из твоего места поехали. Тогда бы был бордю. Да. Газку добавляй. И вторую передачу. Едем прямо на перекрестке. Регулируем он. Видишь у тебя машинки направо поворачивает. Включая поворотик. Клево перестроимся. Чтобы за ними не стоять. Казку добавляю. А то они могут направо поворачивать. Пешеходом уступать. Ну и придется за ними стоять. За это перестроение нам никто ничего не сделает. И едем прямо. Так, здесь у нас красный. Потихонечку притормаживай. Включим первую и поехали. И давай развернемся в первом разрешенном месте. Еще один узкий перекресток. Вот здесь. Включая поворотик. Да, можно за пешеходным переходом. Только девочку пропусти. Видишь, подходит. Включаем первую. Внимательно всегда, когда заезжаешь в карманчик. Смотрите, чтобы вот эту разметку справа. Которая один-один перед перекрестком. Чтобы ее не пересекали. Она перед перекрестком. Часто перед пешеходным. Тоже видишь узкое место. Пока впереди никого нету, пользуйся моментом сразу. Выезжай, выезжай плечиком пополам. Дели перекресток. Еще чуть-чуть. Еще, 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 еще. Вот так. И крутим руль. Все, и она пошла на разворот. Видишь? При выезде зеркало левое, не забывай смотреть. И крутим. Правее хорошо. Добавляем газ. И вторая. И вторая. Будем поворачивать направо на регулированной перекрестке. Хорошо. И нейтральная перенечка. Кому будем уступать дорогу при повороте направо? Пешеходам. Пешеходам. Хорошо. И в крайний правый ряд поворачиваем. Правильно? Угу. Газку добавляем. Вторая передача. Правее. Немножко ближе к бородюрчику. Вот так. Так. В крайний правый. Поднимай сцепление. Поднимай. Добавляй газ. Добавляй. Разгоняй машину. Вторую. Если есть возможность разогнаться, надо всегда разгонять. И поворот левый. Выключили. И здесь до перекрестка. Включай поворот левый. Перестояние. Хорошо. То есть, если бы возможности перестроиться не было, можно было бы остановиться, тогда подождать. Добавляй газку. И выполним разворот на разрешенном регулированном перекрестке. Газку добавляй. Это у нас улица Голгова. Это первый пешеходный переход регулируемый, да? Второй у нас тоже, видишь, светофор. Тоже регулируемый пешеходный переход. Потому что знаки приоритета отверстия, да? Очень часто путают на экзамене. Включают повороты, например, начинают разворачиваться. Вот здесь вот. Это нерегулируемый перекресток. У нас команда на регулируемом перекрестке. То есть, бывает, говорят, что просто путают. Потом видят первый разрыв. И начинают сразу выполнять развороты. А тут надо немножко подумать. Включая поворотик, вот полоса появляется. И сразу перестраиваемся. Вот наш регулируемый перекресток. Есть светофор, есть знак приоритета, да? Давай вторую. И здесь далеко можно не выезжать на центр. Раз уже выехали, завершим маневр. Крутим руль. Отпускаю сцепление. И в серединку. Пешеходом красный. Так, хорошо. Знак остановка стоянка запрещена с правой стороны. Видишь? Ага. Перестраиваемся. Докуда он действует? Да. Включай поворот левый. Хорошо. Обозначенного перекрестка. Оближайшего обозначенного перекрестка. Хорошо. Это то есть... Нет. Это прямо туда дальше, да? Да, да, да. То есть, смотри, вот если мы ехали оттуда и видим стоящие машины с правой стороны, да? То есть, если применить этот знак, то они стоят неправильно. То есть, здесь можно способом указанным там на табличке, да, вместо парковки остановиться. Хорошо. А если... А если ты развернулась и, например, знака не видела, да, то, пожалуйста, 15 метров от перекрестка, от пешеходного, от остановки можно остановиться. Хорошо. А если я езду экзамен, он сказал, разворачивайтесь, останавливайтесь, мне нужно проехать прямо... Так и говоришь ему, здесь нельзя, да, потому что знак висит до ближайшего обозначенного действия, притормаживая. Да, да, да. То есть, смотри, а бывает, что вот развернуться до знака, да, где-то там на подсознании знают, что знак есть, и вот говорят, что, ну, то есть, нельзя остановиться. Например, если ты развернулась до знака, да, и дублирующего знака не видишь, да, остановка стоянка запрещена, то ты можешь, имеешь право остановиться. И будем на регулированном перекрестке поворачивать налево. Газку добавляй. Это пересечение улицы Голубева и аспекта газеты «Звезда». Включая поворотик, тут уже после перекрестка вот полоса появляется, да, выключая. И еще раз включаем. Ну, здесь стандартная ситуация, при повороте налево будем уступить в дорогу встречным автомобилем, правильно? И поворачивающим направо. Надо будет выехать к центру перекрестка, чтобы уступить. Зеленый загорелся, добавляй газку, выезжаем к центру. Да, самое главное, носик не высунуть на полосу встречного движения, да, поэтому потихонечку так подруливаешь, видишь, тут из крайнего левого можно ехать прямо, да. Поэтому вот так. Выжали сцепление, тихонечко тормоз. Смотри машинки встречные, не спеши. То есть это есть центр, вот отсюда надо начать крутить руль, чтобы в левый ряд правильно попасть. Не спеши, ты сразу не крути, начинай движение. И поехали, берись левее. Крутируйте теперь. Вот так, все в движении. Раз, и она ровненько пошла. Ровняй, видишь, какая траектория правильная? Вторую. То есть если центр правильный определили, тогда и поворот хороший получается. Едем прямо и на втором регулируем перекрестки направо. Повернем, это у нас первый, да? Едем прямо. Здесь сколько полос для движения? Что сделать надо? Зеркало, смотри. И за ним леску добавляем, перестраиваем. Выключим. Дальше смотрим знаки направления движения. Да, мы здесь направо, а налево. Из двух полос, да? А право налево. Мы едем направо, поэтому в этом ряду остаемся. Вон справа, видишь, знак висит, да? Показывает правый поворот. Хорошо. И из этого ряда поедем. Здесь самое главное правильную траекторию выбрать при повороте. Зеленый загорелся. Включаем вторую. Ну вот представь, что у тебя, видишь, бэха справа едет, да? То есть ты ей должна оставить место. Потихонечку, сразу руль не подворачиваешь. Вот твой второй ряд газку, и у нас справа место остается. Вот хороший поворот. Раз. Ну, если бы разметка была 1.7, да, справа, то есть по которой ехать, направление движения в пределе полосы, тогда было бы проще. Тут немножко сложнее. И едем прямо. Ребят, проехали мы по первому экзаменационному маршруту. Маршрут получается довольно-таки несложный. Самое то для того, чтобы сдавать экзамен. Если у вас остались какие-то вопросы, либо вы что-то недопоняли, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Ну и не забудьте оценить видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока.